На днях на островах Океании произошло событие, мало кем замеченное, но вызвавшее большой резонанс в Армении и на оккупированных ею территориях Азербайджана. В Новой Каледонии прошел референдум по вопросу независимости. Напомним, что Новая Каледония, это заморская территория, а проще говоря, колония Франции. 5 ноября здесь прошел референдум, по результатам которого, жители островов решили, что независимость им ни к чему. Они мудро и дальновидно рассудили, что не стоит разрушать нормальный ход жизни, и не стали слушать своих каледонских сепаратистов. Никаких параллелей и аналогий с карабахским сепаратизмом тут, конечно же, быть не может. Новая Каледония не является территорией Франции, не погранична с ней и отделена от нее 18 тысячами километров суши и океана. Тем не менее, в Армении и в оккупированном Карабахе, референдум на островах Океании был встречен с большим энтузиазмом. Сепаратистский режим Карабаха отсалютовал даже официально, официально, конечно же в кавычках, так как это не признанное никем образование. В Армении же дело ограничилось комментариями и приветственными возгласами из экспертного сообщества. Должно быть, потому что Новая Каледония не захотела отделяться от Франции, как язвят в армянских СМИ, захотела остаться колонией. Некоторые уже говорят о параде самоопределения в мире, который, мол, непременно приведет к признанию результатов армянской оккупации и закреплению итогов Карабахской войны на международном уровне. Более того, в международном праве, документах ООН и прочих структур выискиваются лазейки для сепаратистов, вырываются из контекста фразы и пункты. Совершенно неясно, почему голосование в Новой Каледонии так вдохновило армян. Помнится, в свое время, такой же восторг царил на армянском политическом поле, после незаконного референдума в Испанской Каталонии. А потом было, не менее эмоциональное разочарование, когда Мадрид, так и структура Евросоюза выразили поддержку территориальной целостности Испании, и заявили о неправомерности самого голосования и преступности намерений сепаратистов. Теперь о Каталонии, в Армении стараются не вспоминать. Только иногда «нет-нет», да происходит помутнение рассудка, и президент страны Армен Саркисян, например, не подает на мероприятие в США, руки послу Испании, дескать, в знак протеста. Единственным светом в конце тоннеля для армянских сепаратистов остается Косово, независимость которого признали большинство западных стран. Признали не из любви к жителям этого сербского края или сочувствия принципу самоопределения, а исключительно из противоречий с поддерживавшей Сербию Россией. Это была своеобразная демонстрация силы со стороны Запада. В Армении ошибочно полагали, что Косово станет прецедентом для Карабахского конфликта. Но на том же Западе, сразу дали понять Еревану, что путать свою личную шерсть с государственной, не стоит. Кстати, на днях Гренада отозвала свое признание независимости Косово, став девятым по счету государством, сделавшим этот шаг. Армянский агитпроп рыщет в поисках любых прецедентов, которые можно использовать для оправдания и придания международной легитимности своим действиям, направленным на разжигание сепаратизма в Нагорном Карабахе и последующую оккупацию азербайджанских территорий. Но параллели между Новой Каледонией, где был проведен референдум о независимости, кстати, его участники проголосовали против выхода из состава Франции, и Нагорным Карабахом, абсолютно неуместно и ошибочно. Во-первых, право на самоопределение Новой Каледонии проистекает из того, что она включена в перечень территорий, на которые распространяется известная Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года. Во-вторых, процедура референдума о независимости в Новой Каледонии была инициирована и проведена с согласия правительства Франции, в полном соответствии с действующими законами. В-третьих, воля изъявления участников референдума была свободным, не подавлялись ни сторонники, ни противники независимости. Приведенные выше условия, в случае Нагорного Карабаха, не были соблюдены. Решение об отделении Нагорного Карабаха было принято односторонне, без согласия Баку и без учета мнения азербайджанской общины, которая составляла четверть всего населения автономной области. Вопреки утверждениям армянских пропагандистов и сепаратистов, о соответствии их действий, соответствующему закону СССР, это абсолютно не так. Одним из последних решений Конституционного суда СССР, референдум в Нагорном Карабахе был признан незаконным, так как решение, о его проведении, Верховный Совет СССР не принимал, а итоги не утвердил. Так что, вопреки утверждениям армянского агитпропа, ни одна страна в мире, ни одна международная организация, все так называемые референдумы и выборы, проведенные сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе, не признали. Добавлю, что проведенные псевдореферендумы в Нагорном Карабахе не были свободными, так как проводились под дулами оружия, захвативших власть в автономии криминальных вооруженных групп. Те, кто был против отделения, из числа местных армян запугивались и даже убивались. Взорвали дом бывшего директора Хаджалинского аэропорта, армянки, добросовестно выполнявшей свой служебный долг. Был убит бывший заведующий орготделом обкома Компартии, который рискнул приехать в Баку и выразил готовность к компромиссам. Экс-министр образования Армении, депутат парламента Ашот Блеен, также, публично выразивший пожелания к компромиссному урегулированию, и приехавший с этой целью в Баку, был по надуманному обвинению в коррупции. Отправлен в Армении, в тюрьму. И даже если какой-то стране вдруг вздумается сделать такое признание, сразу встает вопрос, в каких границах. Ведь вооруженные силы Армении оккупируют семь районов Азербайджана за пределами административных границ Нагорно-Карабахской автономной области. Признавать эти территории армянскими и закрыть глаза на этнические чистки, приведшие к изгнанию отсюда 600 тысяч азербайджанцев, это в четыре раза больше, чем армян, проживавших в Карабахе, невозможно даже для самых отъявленных армянофилов. Позиция Азербайджана, неоднократно озвученная президентом Алиевым, твердая и однозначная, он сказал, что выкроить второе армянское государство на наших исторических землях мы никогда не позволим.